всем привет друзья решил достать камеру так как у меня здесь интересная ситуация не смотреть как она будет развиваться и чем она закончится в общем вчера поздно остановился на парковку где-то сколько там времени было часов 10 может в общем местечко такое ну дорога с автобана съехал дорога обычная и вот здесь лес и вот есть такой такая небольшая площадка и тут грузовики стоят вот там видно впереди он грузовые машины стоят вот здесь грязь такая немножко лужи но почва твердая то есть нормально и просыпаюсь я такой разворачиваюсь и понимаю что там не проехать потому что там на самом выезде застряла машина застряла машина и все фуры они уже заглушили свои моторы уже все были готовы ехать никто не может выехать потому что на вот эту площадку выезд и заезд 11 и никто не может выехать и мы вот стоим стоим ждем я туда не ходил к выезду самому не смотрел как она там и застряла но застряла сзади один дальнобойщик не знаю кто немец не немец решил там он про по полю немного проскочить вы выскочить ну там есть дорожка две колеи таких и по этим колеям он решил поехать что вы думаете он поехал и стал он там тоже по моему застрял бедолага в общем не будем мы тоже рисковать никуда ехать будем стоять ждать пока будут вытаскивать впереди автомобиль потому что больше вариантов нету поехать вот так поехал мужик в поле грубо говоря но это очень рискованно все-таки если застрянешь можно попасть ну реально на бабки можно и не на маленькие бабки потому что в экватор то вызовут приеду достану что но это стоит 1000 евро и я думаю любой шеф высчитает из тебя какую-то копейку если не полностью потому что бы ты по своей воле поехал в это поле зачем ты туда поехал вопрос поэтому ждем ждем все машины стоят но ничего не сделаешь ребята вот такое вот случается такое вот бывает сейчас поближе подъедем немножко сейчас у нас 6 40 на часах здесь она эта парковка площадка была практически полностью забита кто-то еще сумел выехать но как-то машина вот там застряла на выезде хотя вчера я заезжал ну да грязь но почва такая твердая щебнем засыпана там справа вы была какая-то яма может он туда заскочил в общем вот все стоят никто не может выехать ребята сейчас мы подъедем поближе пойдем посмотрим что-то ребят ничего не видно может просветлеет немного потом поснимаю всем на фура у нее получается это как тандем без прицепа тока и плюс еще зацеплен полуприцеп на вот такую вот платформу непонятно как он сюда попал и заехал но это жестко в общем друзья то фура которая поехала вдоль леса по колеем этим как проехала там там какой-то камень они оттянули и она выехала и вот болгар сейчас на автовозе говорит типа поехали проедем ты ж фура как корова на льду бля и ехать рисковать ради чего лучше на выгрузку опоздать мне кажется на полтора-два часа чем бля застрять и платить сумасшедшие деньги чтоб тебя потом вытянули что это не россия да что тебя сейчас фура подъедет бля и там две даже фуры подъедет и тебя тросом будут дергать тут никто дергать не будет эвакуатор надо будет вызывать бля и вытаскивать это большие деньги вот ребята просветлела такая вот борода здесь такая вот борода неприятная там сзади баги стоят ехали баги на вызове ну да бай 4 утра я проснулся он уже здесь буксовал да он под утро заехал сюда да потому что машины выехали ну было же почти полностью забита да 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 ну вот баги приехали сейчас да вызовут эвакуатор быстро неприятно вот ребята получается полуприцеп на платформе такой двухосный и обычная машина под категорию c как тандем что баги посмотрели и уезжают им похуй наверно тоже гляну голландец но жёстко жёстко на баги и посадил ребята видите на передний бак он даже вверх немножко задрался в общем на самом деле серьезно серьезно здесь что-то подлаживать пытался но нет тут уже ничего не поможет ничего не помогло печально печально пушка наша ребята пушка и все грязные ступеньки грязные здесь по грязи находился в общем на выходных будет чем заняться так друзья иду я по колее все таки потихонечку по чуть-чуть одна вторая он еще одна машинка поехала начинают с этой колей выезжать сейчас я пройду посмотрю как здесь ситуация если я почувствую что здесь безопасно то я проеду поеду рискнул ну тут как бы почва нормальная как там на выезде горочка такая вижу сейчас посмотрим в общем если все нормально то тоже поедем ну вот ребята фура выехала вольво красная без проблем наверное но уже тут я говорю машины 4 а то и больше уже проехала сейчас и мы будем пробовать там может уже укатали немного есть какой-то камень болгар говорил они убрали были и в принципе можно проехать сейчас посмотрим вот ребята этот камень который они оттянули наверное тросом как я понял вот он лежал он вот там вот лежал его оттянули сюда в общем и появился здесь проезд вот я думаю сейчас мы тут без проблем должны выехать подъем правда такой резкий немного вот здесь камень лежал вот они камни эти все здесь по центру лежал камень вот отсюда его тянули ну в общем можно ехать надо будет поднять машину только заехать повернуть направо все будет нормально будем сейчас пробовать по грязи здесь пытаемся здесь так ломать прям серьезно приходится рискуем едем ну я думаю все нормально будет дорога как бы твердая все должно получится она там на подъем заехать еще так в правую сторону будем ломать сейчас подниму машину до конца и наверное тоже прицеп подниму надо поднять прицеп подушки чтобы сзади ничего там не повредить машинка у нас мега низкорамник поэтому есть вероятность что можно будет там что-то зацепить нам это не надо и мы лучше подстрахуемся сейчас поднимем полностью платформу и спокойненько надеюсь заедем ну пару машин уже проехала и мы должны проехать я тяжелый на самом деле у меня 23 тонны там 23 с копейками давайте мы вот так чуть-чуть возьмем левее так друзья поднимаем до конца передок передок поднят теперь задницу поднимаем можно было бы сразу все вместе поднять ну ладно поднимаем все до конца подняли вот так это выглядит и сейчас нам нужно подушки поднять прицеп подушками чтобы вот видите какое тут расстояние маленькое буду в горку ехать по-любому зацеплю будет щирить или не дай бог поломаю еще еще что-то поэтому поднимаем сейчас прицеп очень тяжело поднимается прицеп 23 там с копейками тонны груза тяжело-тяжело все ребят прицеп поднят сейчас мы ручник снимем он до конца поднимется машинка поднята опа все сейчас будем ехать пробовать все прицеп до конца поднялся фу погнали на аварийку я думаю мы лупанем нам сейчас надо выехать и на дороге остановиться выскочить опустить прицеп вот такой подъем очень неприятный на камеру может он не так передается но надеюсь мы сейчас раму там ничего не зацепим ой бля давай родная машина главное чтоб еще не было было бы идеально вообще надеюсь там все нормально вроде ничего не черит сейчас мы ребятушки едем вот за этой вольвой хлопочки с трудом с трудом но проходим все нормально нам нужно остановиться ребят опустить прицеп это очень важно все миссия выполнена надеюсь мы там сзади не зацепили ни за что ради звука никакого не было так все сбегали прицеп отпускаем в транспортное положение машинку установим машинка опускается и все и едем все все у нас в транспортном положении все ребята справились выехали вот он стоит блин бедолага хочется сказать вот на такой машине как он застрял по любому неопытные водители не ездят на таких машинах все таки она длинше чем стандартная машина там с полуприцепом либо это тандем она длинше намного я думаю людям без опыта такие машины не доверяют вот и как мужик говорит что он там в 4 утра по моему туда заехал в 4 утра заехал то есть он понимает он понимает что он глупость совершил человек всю ночь наверное ехал уставший может где-то затупил может где-то поверил в свои силы возможности машины да что он проедет и так далее все бывает все ошибаются как бы со всеми когда-нибудь какие-то такие приключения случаются я думаю что он не глупый человек ну вот чуть-чуть ошибся чуть-чуть в сторону отошел и вот так получилось будет уроком у меня раз тоже была ситуация даже видео записал я был застрял но я сам выбрался с оттуда съехал на обочину там не было понятно за адресом загрузки съехал чтобы посмотреть по картам обочина такая тоже немножко грязь была ну и съехал на нее был пустой начал трогаться и меня стянуло в левую сторону но слава богу там не критично веток наломал я выехал все бывает все бывает но если бы он даже заехал на этой машине как он хотел заехать там получается вот где он стоит это заезд и выезд он один только если бы он даже заехал так пробка если бы он даже заехал я не знаю как бы он выехал он бы не выехал потом потому что там такой пятачок и мы вот с полуприцепами там разворачиваемся ломаем под 90 градусов то есть с этим прицепом с этой машины он бы там точно не развернулся поэтому так и так бы он влип даже если бы он заехал но что есть то есть самое что интересно баги приехали посмотрели и уехали все но у него спрашивали там эвакуатор вызвали не вызвали он типа там еще восьми не было типа до офиса как я понял что он еще не дозвонился до офиса ну понятно что он сам эвакуатор же не будет вызывать там по любому на офисе подешевле буду стараться найти еще что-то самому таки решение как бы принимать вызвать эвакуатора то есть ли там полиция бы тебе вызвала вот баги приехали посмотрели и уехали короче такое мы в общем едем на выгрузку еще мне 250 километров сейчас пробка на 19 минут показывает в общем сейчас еще в пробке буду стоять как-то так а еще ребята хочется сказать что не ошибается тот кто ничего не делает вот будьте здоровы всем пока до новых встреч до новых встреч